В указе президента об упрощенной системе налогообложения прямо сказано, что субъекты предпринимательской деятельности, юридические лица, работающие по единому налогу, не могут применять другой способ расчета, кроме как безналичный или наличный денежными средствами. То есть только деньгами, никакого бартера. Причем, обратите внимание, четко написано, что это касается юридических лиц, работающих на едином налоге. Исходя из этого, Верховный суд Украины сделал вывод, что раз юридическим лицам на едином налоге нельзя бартероваться, а можно получать только деньги, значит по аналогии и физическим лицам тоже самое. Физи лицам тоже нельзя бартероваться и тоже необходимо получать выручку только в виде денег. Странный какой-то законодатель, в данном случае президент Украины, если нельзя ни тем, ни другим. Зачем же в указе было написано, что нельзя только юридическим лицам? Безусловно, президент знал, что писал и хотел запретить бартер только юрлицам. А теперь Верховный суд решил, что неплохо бы его запретить и физическим лицам на едином налоге тоже. Таким образом, оказалось, что единоналожникам никому нельзя использовать бартер. Ни юридическим лицам, ни физическим. Причем оказалось это задним числом, ведь Верховный суд не дал новую норму, а истолковал старую. Оказывается, с самого начала, давным-давно, чпены, частные предприниматели на едином налоге, не могли бартероваться. Просто выяснилось это только сейчас. А почему же они раньше не сказали? А потому что никто не спрашивал. Такая жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!